Приветствую вас. Вопрос задает пользователь Алена касается вопроса того, что у Алены был и есть ребенок от первого брака, хотя она прямо об этом не говорит, но указала в тегах про первый брак. Вот, сын. Потом Алена говорит, что она вступила во второй брак, и во втором браке родилась дочь. Разница между детьми 5 лет, и она начала Алену в смысле замечать разницу между отношением ее мужа, получается, второго к сыну, которая первого брака, и который, получается, старше дочери на 5 лет, и к этой самой дочери, которая родилась уже во втором браке. То, что сыну со стороны второго мужа Алены транслируется достаточно строгое, жесткое поведение. Вот, со стороны мужа транслируется строгость какая-то, закрытость, значит, как Алена сама говорит тирания, тирания. Вот, как это говорит, ну, как Алена сама это называет, что это тирания. А дочери, соответственно, напротив. Выпустительское отношение, да, все позволяется, и так далее. И Алена далее пишет, вот, в конце, что он хочет усыновить сына в знак вопроса. Стоит ли мне, как матери и жене, подумать на все данного поступка, ведь если усыновить, то сын сто процентов будет во власти тирана. Вот, честно говоря, данная постановка вопроса мне, мягко говоря, не ясна. То есть, если это вопрос, что он хочет усыновить, ее сына. Если это вопрос к нам, то мы не знаем. Если это утверждение, то, как бы, необходимо понять, из чего такое утверждение, в принципе, было сделано. Необходимо понять, каким образом, ну, к такому решению, условно говоря, муж Алены, второй-второй, пришел, вот, и, соответственно, необходимо, как мне, по крайней мере, кажется, рассмотреть момент, связанный с отцом ребенка, потому что, насколько я знаю, есть, вроде бы, тонкости, связанные с усыновлением ребенка, у которого есть тяжелый отец. Вот. То есть, можно быть отчимом, как бы, да? Ну, это, это, повторюсь, это юридические тонкости. Здесь я не сказать, что бы особо силен, поэтому, мне кажется, что данный аспект, ну, нужно так или иначе уточнять. Вот. Значит, соответственно, вопрос, значит, стоит ли мне подумать на счет этого поступка, если усыновить, сын сто процентов будет во власти Сирана. Ален, от того усыновить или не усыновить ваш второй муж вашего сына, никак не зависит, будет ли он во власти Сирана или нет. Потому что усыновление есть процедура юридическая и на фактические отношения никак не сказывается. Потому что фактически ваш сын и находится во власти, как вы говорите, тирана. Но вопрос вызывает следующее. Вопросы у меня к вам. Вызывает следующее. Если вы говорите, стоит ли мне подумать, то вы уже думаете. А значит, у вас, скорее всего, есть склонность, есть тенденция к тому, чтобы как-то игнорировать саму себя. Это первое. Второе. Игнорирование саму себя. Да? Второе. Если вы говорите, что сын будет во власти Сирана, извините, почему вы позволяете этому быть? То есть, такое ощущение, что вы ни на что не влияете. Вот. Логично, на мой взгляд, здесь предположить, что и вы находитесь во власти Сирана. И коли так, что вы жертва, и выходить из неё из роли жертвы нужно в первую очередь вам, и уже потом помогать выходить из этой же позиции вашему ребёнку. Потому что если не выйдете вы, не выйдет ребёнок. Всё здесь достаточно просто. Следующий важный момент. Вы говорите. Значит, первое. Появился муж. То есть, как бы... Я понимаю, что вы имеете в виду. Появился. Но всё же должен спросить. А вы-то как-то, ну... Участвовали в этом. В том, что он появился. И второй аспект, это... Вы говорите, что родили ребёнка ему. То есть, как бы... Что это значит, родили ребёнка ему тоже не совсем понятно. Потому что вы рожаете ребёнка вообще-то... Эээ... Прямо что вам хочется, а не кому-то. Ребёнок это не... Эээ... Побарок. Как бы... Вообще... Ну, вообще говоря. Вот. Поэтому... Тут вот такой момент нужно обязательно зафиксировать. На мой взгляд, по крайней мере, это достаточно важно. И... Таким образом... Эээ... Необходимо увидеть, что ваш муж... Эээ... Ревнует вашего сына... К... Эээ... Его отцу. И он его не принимает. И это... Эээ... Может быть предметом совместной психотерапии. Или его психотерапии. Психотерапия вашего мужа. А вам нужно работать с теми проблемами, которые я плюс-минус обрисовал вам... Эээ... Ранее. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. Вот. Вам обратная связь в купе с изучением материала поможет начать... Начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова